В этот день, 29 марта, родились Алексей Михайлович Романов, второй русский царь из рода Романовых, отец Петра Великого. Фильмаршал Захар Чернышев. Его войска впервые в российской истории в 1760 году взяли Берлин. Алексей Куропаткин, блестящий военный министр, он оказался посредственным полководцем, раз за разом проигрывая все битвы русско-японской войны. Одним из главных просчетов Куропаткина историки называют «военное поражение во время русско-японской войны начала XX века», за что ему пеняли в советских энциклопедиях. Проявил нерешительность в руководстве войсками, боязнь риска, постоянные колебания. Вот характерный отзыв о Куропаткине от генерала Скобелева. Алексей чрезвычайно храбрый офицер. Он храбр в том смысле, что не боится смерти, но никогда не в состоянии будет принять решение и взять на себя ответственность. Как исполнителю Куропаткину и правда не было равных. На должности начальника и командующего войсками Закаспийской области ему удалось активизировать многие велотекущие процессы, начать активное развитие промышленности и строительства зданий и дорог, озеленение территории. Всего за 8 лет под крылом Куропаткина область стала процветающим торговым краем, а сам руководитель покидать свой пост не собирался, если бы не высочайшие приказы. «Только бедность в людях заставила Ваше Величество остановить свой выбор на мне», писал Куропаткин государю Николаю II о своем назначении военным министром. Однако простые солдаты считали иначе. Командир артиллерийской батареи Веверн вспоминал о событиях Первой мировой войны. Личное его обаяние сказалось с первых же слов. Он проявил удивительное внимание и заботливость к нуждам солдат. И когда он уехал, долго еще люди не могли успокоиться, вспоминая его разговор, расспросы, ласковую его улыбку. В этот день, 29 марта 1823 года, был заложен корабль «Метеор» – первый пароход военно-морских сил России. 29 марта 1858 года в Санкт-Петербурге была открыта первая в стране женская гимназия. 29 марта 1873 года граф Лев Толстой начал работу над романом Анна Каренина. По воспоминаниям родственников, одним весенним утром писателю Льву Николаевичу подвернулся Томик Пушкина. Он открыл и прочел. «Гости съезжались на дачу». «Вот как надо писать!» – воскликнул Толстой и вывел пером на бумаге. «Все смешалось в доме облонских». Уже через полтора года Толстой отправил в редакцию несколько глав начатого романа. И несмотря на то, что за три года работы писатель устал от Карениной, как от горькой редьки, книга вызвала различные послевкусия у многих коллег. «Анна Каренина мне не нравится. Хотя попадаются истинно великолепные страницы, скачка, козьба, охота. Но все это кисло, пахнет Москвой, ладаном, старой девой, славянщиной. Про зайки Иван Торгин». Уже первая часть романа возбудила некоторое разочарование и немалое недоумение. Неужели это роман того самого графа Толстого, который написал «Войну и мир»? Морщился, как от лимона, гритик Скобичевский. Граф Толстой поднялся до такой высокой ноты, какой еще никогда не брала русская литература. Даже у самих Пушкина и Гоголя любовь и страсть не были выражены с такой глубиною и пронзительной правдой. А это критик Стасов. Сам автор был невеликого мнения о своем любовном романе, называя главным делом жизни дневники, которых у Толстого набралось аж на целых 30 томов. 29 марта 1955 года прошла защита докторской диссертации Кнорзова, который дешифровал письменность Майя. Раньше это считалось невозможным. Защита диссертации Кнорзова стала не только грандиозным событием в научно-мировом сообществе, но и самой короткой защитой в истории. Всего за 3,5 минуты доклад под названием «Сообщение о делах в Юкатане» получил одобрение комиссии, а Кнорзов был удостоен докторской степени. То, что еще вчера все эксперты считали невозможным, было доказано. Письмо американских аборигенов, которым не пользовались почти тысячу лет, было вскрыто. Это был величайший интеллектуальный подвиг 20 века. «Я кабинетный ученый. Чтобы работать с текстами, нет необходимости лазать по пирамидам», утверждал Кнорзов. У советского историка-лингвиста появились не только последователи, расшифровавшие по его методу позиционной статистики письмена острова Пасхи, но и враги. Один из американских ученых, Томпсон, считавший себя главным знатоком Майя, настаивал на заблуждении Кнорзова. «Томпсон был неправ. Прав оказался Кнорзов. И теперь мы все, занимающиеся Майя, являемся Кнорзовистами», так выразился один из западных археологов. Таким был этот день, 29 марта. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова